Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас 1 декабря, пятница с первым днем зимы. Пусть зима принесет только положительные эмоции, яркие моменты, новые впечатления, а дома всегда будет уют, тепло и родные люди рядом. Сегодня вы окунетесь в волшебство и завораживающую атмосферу чудесной музыки и превосходного исполнения. У нас в гостях яркие звезды, деятели культуры Казахстана, России, Узбекистана. Итак, встречаем Артур Оренбургский, Жанна Ормбасарова, Нурлан Бекмухамбетов, Мансур Ташматов, Елена Незамудинова, ну и Марат Калиев, деятели культуры и искусства Республики Казахстан. Сегодня у нас такая приятная встреча с приездом вас всех в Уральсик, мы ждем, не дождемся этого концерта, который состоится буквально вечером в 18.00 в честь нашего земляка, деятеля культуры и искусства Марата Калиева, посвященный 45-летию творческого стажа. Ну и хотелось бы, конечно, еще раз поприветствовать вас и, Марат Кенесович, пожалуйста, вам слово, каково подходить к этой отметке 45. Что для вас значит эта цифра? Расскажите о сегодняшнем концерте, о наших звездах. Сегодня у нас не все в студии, мы знаем, что многие еще порадуют нас своим выступлением. Добрый день, дорогие телезрители, уважаемые друзья. Ну, 45 – это не такая значимая дата, это по человеческим меркам, так скажем, не очень солидный возраст, тем более, что творчеством я занимался лет 20, а после этого перешел на организаторскую работу и долгое время помогал звездам зажигаться, так скажем. И вот сегодня у нас присутствуют наши друзья, люди действительно с мировым именем. Вот Мансур приехал из Ташкента, лауреат Золотова Орфея, Жанна Урумбасарова – это кумир миллионов джазовой певицы, номер один казахстан, я так скажу, маэстро Артур Оренбургский, который давно работает с нашим оркестром, помогает ему в творческом росте, пишет специально для нашего коллектива интересные произведения, в том числе и мюзиклы, и эстрадные другие вещи. Лена Низамуденова – это обладатель шикарного апрана, классическая певица оперная, и сегодня она, надеюсь, удивит наших слушателей тоже. Нурланут приехал из Москвы, очень сложно добирался, логистика сложная, тем более, что у него 29-го вечером был в Москве концерт, после этого на концерте он расскажет, как он интересно добирался до Уральска, только сегодня прибыл, с корабля на бал, так скажем. Он наш земляк, мы им гордимся всегда. Добро пожаловать всем. Ну и хотелось бы каждому тоже поделиться, предоставить слово, как ваше настроение. Жанночка, вы у нас не впервые в гостях, год один раз мы увидимся, и для нас это такое действительно радостное событие, счастливое. Лаурочка, мне очень приятно опять находиться в вашей студии, прекрасной, светлой студии. И у нас очень такой весомый повод сегодня. Вечером у нас будет концерт, посвященный 45-летию творческой деятельности Марата Кенесыча, не только в Уральске, да, по всему Казахстану, это должны отмечаться. Вот, и вообще-то он собрал своих коллег, друзей, нас, и концерт называется «Оралдага Жиздису». Встреча, значит, на берегу нашего прекрасного Жаек Урала. Я думаю, все, кто сегодня в гости, вот особенно Мансур Ага Ашматов, народный артист Республики Узбекистан, он тоже давно уже общается с Марат Калейчим, и, думаю, каждый все скажет. Мне очень приятно видеть вас, друзья. Мансур Ага. Конечно, очень приятно видеться снова и снова с друзьями. Каждый год мы видимся, слава Богу. И это такое благо, которое, естественно, мы сами, люди устраивают это. Скажем, такие, как, например, Марат Кенесыч, я вам очень благодарен за то, что вы устраиваете, во-первых, каждый год такие фестивали, такие мероприятия, очень красивые, плодотворные. И вот в этой связи хочу сказать, что я обрел и в Уральске, и вообще по всему Казахстану очень много друзей. И вот те встречи, которые вы устраиваете, они дают какой-то свой результат определенный. И, конечно, прежде всего, это встреча с моим любимым городом Уральском, который я посещаю раз в год, к счастью. И хочу передать солнечный привет из солнечного Ташкента всем жителям Уральска, хорошего настроения. И я надеюсь, сегодня мы на концерте, на этом фестивале увидимся и сможем обменяться энергетикой и своим хорошим настроением. Спасибо, спасибо. Артур, вам слово. Как давно сложилось ваше творческое сотрудничество с Маратом Кенесовичем? У нас есть одна история нашего знакомства. Была встреча двух президентов России и Казахстана, и понадобился срочно культурный пласт для встречи наших президентов. И в 12 часов ночи мне звонок говорит, ну все, собирайся, завтра у тебя выступление в октаву, в 11 утра. Я говорю, а какой коллектив, там тебе все объяснят. Я приезжаю туда, не зная, что это за коллектив. И приезжает Марат Кенесович с эстрадно-симфоническим оркестром Западно-Казахстанской области. И мы встречаемся за два часа до концерта буквально. И я задаю вопрос, ребята, а что вы играете вообще? Они говорят, да все ваши аранжировки. В общем, буквально за два часа мы с Альбеком Мусаевичем Днишевым сделали 4-5 песен, еще были исполнители. И вот такое боевое крещение нас подружило. А затем Марат Кенесович меня пригласил в Уральске сделать программу с эстрадно-симфоническим оркестром. И с тех пор у нас вот такая крепкая дружба, человеческая, творческая. И вообще я хочу сказать, что влияние Марата Кенесовича на культуру Уральска, оно огромное. И это еще идет с давних времен, еще с советских времен. Я думаю, что такие люди, как Марат Кенесович, очень важны. Это человек структурный, грамотный музыкант, который вникает во все детали. Я уже чаще приезжаю, где-то три раза в год. Вот недавно мы оставили мюзикл. Я, Паура, вас рад видеть. Замечательная ваша передача. Всех коллег приветствую на этой замечательной гостеприимной земле. Благодарю. Елена Рыла, но у вас тоже наверняка есть своя история, как переплелись ваши судьбы. Есть у вас петличка. Я тоже очень благодарна Марат Кенесовичу за то, что он меня приглашает каждый год также на свои замечательные концерты. Я очень счастлива выступать на этих концертах, потому что здесь настолько добрая, прекрасная атмосфера. Здесь мы делаем такие великолепные программы. И я очень рада встречаться каждый год со своими друзьями. Вы знаете, мне очень приятно, во-первых, сейчас находиться в этой студии. Я вообще первый раз здесь. И очень рада знакомству. И я хочу сказать, что вот такие встречи нужно почаще проводить. Потому что здесь собираются такие прекрасные творческие люди. И эта атмосфера, она великолепна. Я думаю, что, Марат Кенесович, мы будем встречаться чаще. У меня есть проекты, которые и какие-то новые концерты. Может быть, можно как-то что-то притворять еще в жизни. Какие-то новые программы. Также я хочу поздравить всех коллег и Марат Кенесовича с этим замечательным событием. И пожелать всем всего самого наилучшего и в творчестве, и в жизни. И вам, Марат Кенесович. Спасибо огромное. Лавру, здравствуйте. Добрый день студии. Только благодаря Марат Кенесовичу. Я здесь. Сразу расскажу небольшую историю своего прибытия сюда. У меня был спектакль. После спектакля я еду в аэропорт. Вся Москва стоит. Я пишу Марат Кенесовичу. Может, я не приеду? Не доеду. Самолет уже улетел мой. Он мне пишет. Ты обязан быть. Делай все, что возможно. Но первым самолетом лейте сюда. Я минуты две подумал. Думаю, нет, этого человека подводить нельзя. Нет, нет выбора. Да, выбора нет. За нами Москва. Пишет он мне. За тобой Москва, я скажу. За мной Москва. Вот. И таким образом, несмотря на все преграды, благодаря словам Марат Кенесовича, Убедительным словам Марат Кенесовича, я здесь. Поэтому всех приглашаем на наш концерт вечерний. Все должно быть очень замечательно. Мы в этом не сомневаемся. В предвкушении уже, в ожидании. Я ко всем своим коллегам присоединяюсь сказанным словам моих коллег, что только благодаря Марат Кенесовичу двигается творческая, так сказать, творческие жернова. Мельницы, культуры. Мельницы, да, мельницы. Двигается и здоровье творческого долголетия и сил, чтобы все эти камни дальше перемалывать. Один в поле, говорят, не воин, поэтому я же не один. У меня шикарные команды ненамышленников, с которыми мы все это притворяем жизнь. Конечно. Спасибо. Давайте напомним нашим телезрителям средства связи 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 0 28 58 69 У нас для вас есть приятный сюрприз. А тот телезритель, который сегодня задаст оригинальный вопрос нашим гостям получит в подарок приглашение на концерт. Еще раз напомню, что он сегодня состоится 18 00 в Центре искусства Атамикен, посвященный 45-летию творческого пути действия культуры Республики Казахстан Марата Калиева. Так что будьте активными, дорогие друзья, ну а вы сами определите, чей вопрос вам больше понравится и кому мы можем подарить этот билет. Ну и все-таки, Марат Кенецович, чтобы заинтересовать наших телезрителей еще раз, расскажите о концертной сегодняшней программе, чем на этот раз удивите наших зрителей. Хотя, конечно, не будем раскрывать всю тайну зависть, но все-таки. Программа очень интересная, мы собрали произведения разных жанров, начиная от классики, есть ретро-произведения из репертуара, скажем, Муслима Магомаева, Валерия Абадзинского, также есть и авторские вещи, есть произведения на джазовые темы, есть мировая классика, эстрады. Ну, в общем, мы пытались в одном концерте, объединить многие жанры, чтобы людям концерт понравился. Ну, может быть, какие-то сейчас фрагменты вы исполните, или вот самые свои любимые песни. Сегодня Артур у нас гитару будет аккомпанировать, я думаю, каждого хотелось услышать вживую, потому что мы очень соскучились по вашим голосам, и нам не каждый раз представляется такая возможность послушать вас в прямом эфире. Ну, обычно мы с утра не поем, но сегодня на особенный случай, делайте исключение для нас. Да, обычно с классики начинается концерт. Давайте с Мансур, Мансур океану. Да, да, да. Мансур Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А напоследок я скажу А напоследок я скажу Прощай, любить не обязуйся Субтитры сделал DimaTorzok Как ты любил, ты погубил А погубил, а погубил, как не умил Так напоследок я скажу И с оптимизмом в мажории Браво! Такой проникновенный голос Спасибо! Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я попросил его петь на половину мощности Ну да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы же тоже нас поете. Ну, не сейчас. Марат, давайте лучше вам. Для наших телезрителей тоже можете сделать исключение. Мы просим. Все один куплетик споем, песня остаётся человеком. Песня остаётся. Там, 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 там. Ну, гетеро-минорный. Вы помните, что? Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам Утром звезды гаснут без следа Только песня остается с человеком Песня верный друг навсегда Через годы и через расстояния Любой дороге в стране другой Песни ты не скажешь до свидания Песни не прощаются с тобой Песни ты не скажешь до свидания Песня не прощается с тобой Браво, как финальная нота Но мы еще не прощаемся с вами, наша передача продолжается У нас остается еще 20 минут до окончания эфира, дорогие телезрители Спешите, звоните, пишите, задавайте вопросы, время эфира ограничено Так что билеты, приглашения ждут вас Будьте активными, дорогие друзья У нас Жанночка остается, мы ждем, я дождемся Сегодня у нас будет ретро-концерт, поэтому в репертуаре не будет моих песен Вот сейчас давайте поем, Артурчик, песню из моего репертуара «Жюри Ганге» Я думаю, она известна всем и понравится в таком вот акустическом варианте Ну, ребята, припев-пьем все У нас обычно Артур Аңсаған армандай, жүректен сырындай Келеді мағаба, көктенің таңындай Шуақты кендерін, жылдозды түндерін Мағаба әнімен, жүректен қонғандай Мағаба тасылы жандай Тұғашықтар жылдозындай Жарқырап жайнай берші Санғап ұшқан ақудай Мағаба әнімен, қондай Армамайтын армандай Жарқырап жайнай берші Алаулаған жалындай Жүрекім те Өмірдің көлінде Көңілдің көлінде Келеді мағаба Бірнәзік сезімде Шуақты кендерін Жылдозды түндерін Мағаба әнімен, жүреке қонғандай Мағаба тасылы жандай Қашықтан жылдозымдай Жарқырап жайнай берші Санғап ұшқан ақудай Мағаба әнімен, қондай Армамтын армандай Жарқырап жайнай берші Алаулаған жалындай Мағаба әнімен, жүреке қондай Қашықтан жылдозымдай Жарқырап жайнай берші Санғап ұшқан ақудай Мағаба әнімен, қондай Армамтын армандай Жарқырап жайнай берші Алаулаған жалындай Жарқырап жай берші Супер, спасибо, Жанночка. Немножко джазовые нотки в нашу классику добавим. Лёгкости немножко. Браво. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, рада вас слышать. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Айгуль. Очень приятно, Айгуль, слушаем вас. Ещё раз здравствуйте, уважаемые, любимые Лаурочка, гости передачи. Я, во-первых, хочу поздравить всех нас, уральцев, с тем, что у нас состоится концерт в таком потрясающем составе, где есть звёзды из России, Узбекистана, наши родные, казахстанские. Впрочем, я хочу сказать, что эти звёзды все для нас родные, потому что мы знаем их, Лаурочка, из ваших передач. И также, конечно, благодаря Маратке Несовичу, который организовывает всегда, да, для нас концерты такие замечательные, организовывает до сих пор, вот сегодняшний концерт состоится, который я уже в предвкушении, хочется увидеть, чем мы ещё порадуемся, чем удивимся. Ну, вообще, я считаю, что концерты для нас, казахов особенно, да, это праздники, у нас все любят и попеть, ну, а настоящими талантами восхититься, это вообще, ну, в крови у нас, да. И, конечно, я поздравляю Марата Несовича с 45-летием его творческой жизни. Горжусь, что у нас есть самый красивый центр искусства Атамикен. Может быть, есть ещё где-то красивый, но я считаю, что он наш самый красивый. И вот появление Атамикена я связываю, и, конечно, становление связываю в первую очередь с таким нашим деятелем, как Марат Несович, потому что под своим руководством он сделал Атамикен местом, которое притягивает не только уральцев, но и вот таких артистов замечательных, высокого уровня. Спасибо большое. И хочется, конечно, чтобы ценили труд и все организаторские качества, человеческие, которые он вложил, проявил, когда вот этот Атамикен, вот это действительно культурное место, куда все стекаются люди, с удовольствием идут, бегут. Всё, что там организовывается, всё это очень интересно для уральцев и любимо. Спасибо огромное за то, что у нас есть Центр Искусства именно в том качестве, в котором он есть сейчас на сегодняшний день. И всем вам, творческие люди, сидящие здесь, желаю несекаемого вдохновения, полёта души, высоких жизненных сил, космических вибраций. Извините, что я так спешу, потому что я тут много говорю. Вот, и хотелось бы меня спросить в связи с этим, что нужно каждому из вас для вдохновения? Вопрос. Спасибо, Айгулечка, за такие тёплые слова. Я думаю, гостям, особенно Марату Кенесовичу, очень приятно. Вам спасибо. Встретимся вечером на концерте. Я думаю, что одно из приглашений точно будет адресовано, подарено вам. Вопрос понятен, да? Кто желает ответить? Наверное, это очень просто. Знаете, вот такие встречи, когда встречаешь своих друзей. Микрофон, вот всё равно. Да, вот, да, микрофон. Это само собой, каждому из нас понятно. Во-первых, не будет банальным сказать, что для творческого человека вот такие встречи, фестивали, это и есть источник вдохновения. Вот когда ты выходишь на сцену, и ты знаешь, что ты в окружении таких бриллиантов и такие друзья близкие, далёкие, с которыми давно не виделся, и это всё вдохновляет на самом деле. И вот эти фестивали для меня, например, моё ощущение является источником вдохновения. Встречи, долгожданная встреча с друзьями. Правда, правда. Да, я считаю, что я согласна с этим. Больше того, скажу, что когда я слышу своих коллег, вижу, я беру очень многое для себя. Каждый раз я впитываю что-то, открываю для себя новое и стараюсь учиться у своих коллег. Потому что, мне кажется, чем дольше человек находится на сцене, тем больше он хочет знать. Потому что абсолютно возможности человеческие безграничны. Поэтому вот я когда нахожусь среди таких замечательных, вот даже я Елене говорю, господи, какой голос шикарный, Нурлан, да? Хотя абсолютно у нас разные, казалось бы, жанры, да? Но я всё время что-нибудь, вот прям хочу что-то взять, вот у Еленочки, допустим, да, потому что она распевается, а я рядом нахожусь. Я что-то у неё всё равно беру, вот где-то распевочку беру у неё, потому что это же опыт, это бесплатный мастер-класс, так сказать. Поэтому я всегда радуюсь, когда я нахожусь, как вот Монсорокя говорит, радуюсь, когда я нахожусь среди больших профессионалов. Так что вот, Леночка, огромное спасибо. Взаимно. Есть кто хочет ещё? Я хочу сказать огромное спасибо. Айгуль, да, звонила нам? Айгуль, вам огромное спасибо за добрые слова. И я думаю, что меня поддержат коллеги. Для нас вот такие люди, как вы, источник вдохновения. Кто нас поддерживает, кто следит за нашим творчеством. Потому что для нас востребованность и нужность именно в это время, в этом месте, это важные моменты, которые нас лично меня вдохновляют. Ну и раз все начали отвечать на этот вопрос, то Елена умерла. Я скажу вот слова Артура, потому что я соглашусь со своими коллегами, мне очень приятно с ними встречаться каждый год. И мы очень счастливы от этих встреч. Ну, я хочу в первую очередь сказать спасибо этой телезрительнице, потому что вот лично для меня важен полный зал, зритель вообще. То есть его настрой, если я чувствую, что зритель именно хочет этого и он ждет этого выступления, концерта, он любит эту музыку, мы счастливы. Спасибо вам огромное. То есть вы чувствуете энергию зала? Да, эту энергетику, да. И она нас, можно сказать, вдохновляет, о чем и был вопрос. И подпитывает даже в какой-то степени. Вот так. Так что спасибо вам огромное, друзья. Коллеги забрали все мои слова. Поэтому я только присоединяюсь. Остается присоединиться, да? Да. Ну, еще, следующий вопрос такой от нашей Осилии. Ну, тоже про вдохновение. Вы уже ответили на этот вопрос. Как снимаете усталость? Первый вопрос. И второй вопрос. Курьезные случаи с вами происходили ли во время концертов? Можете тоже рассказать об этом нашим телезрителям. Ну, было всякое. Можно я расскажу наш совместный курьезный случай с Жанной? Был большой сольный концерт Дворец Республики в Алма-Ате. Это второй сольный концерт Жаны. Ну, это такой курьез и интересная ситуация. Полный зал народа. Сколько вмещает Жанну? Три тысячи человек. У нас первый номер яркий. Сидит оркестр. Абсолютно живое исполнение. Жанна за кулисами стоит с микрофоном. Я еще к ней три раза подошел. Говорю, вот кнопочку вот эту проверить. Да, да, все, все, все готово. Все, значит, все. И все. Старт. Я выхожу. У меня ауф-такт. Выходит балет, оркестр, все звучит. Выходит Жанна. И микрофон не работает. А я пою. Микрофон закрыт. И я думаю, я не могу этот номер просто так, чтобы он прошел, чтобы там где-то Жанна включилась. Представляете, я оставляю все это. Поворачиваюсь к полному залу. Говорю, пожалуйста, просим прощения. Но вот такие моменты случаются. Мы еще раз можно начнем? Жанна заходит обратно, заходит балет, идет съемка Хабара. И все благополучно, у нас все включилось. И вот такой вот был момент. Момент интересный. Я пою, я со своей стороны, я выхожу на сцену, такая с микрофоном. Ну, во-первых, я переволновалась. Там были люди, которые отвечают за вот эти технические моменты. Дали микрофон, я думаю, он уже работает. Ну, обычно как ты выходишь? Выхожу, оркестр там-там, там подтанцовка-там. Я такая, а я-то не слышу. Еще помнишь это, Жанна, ты же там спускалась, лестница. Это все грандиозно. Я пою, я уже понимаю, что меня не слышно. Я смотрю на Артура, он тоже вот так на меня смотрит. Играет так, я такая говорю. А он такой вот так вот резко, прям снимает прям в один момент. Просто так и должно быть. Ну, это такой серьезный, конечно, был курьез, но тем не менее мы с этим справились, правда? Ну, жалко было этот номер, просто голосовая песня. А можно я расскажу один случай, но не с такого большого концерта. Это такое с небольшого выступления нашего, когда мы играли тоже нашу французскую программу в одном из заведений. Я обычно выступаю и сама веду, сама говорю, объявляю что-то, шучу где-то там. Ну, как-то вот так. Всегда импровизируйте. Импровизируем. И зачастую бывает так, что я иногда даже те песни, которые знаю слова, то есть я ухожу абсолютно в другую тему, что-то говорю. И говорю, песня Эдит Пиаф, там, что там упели? Лавиан Рос. Лавиан Рос, да. Это было два концерта с французским посольством. Встречайте. И тут Артур начинает играть, а я понимаю, что я не помню слов. Не то, что слов, я не помню, как запьет. Я говорю, он та-да-да-да, та-да-та-ра-да-там, та-да-да-та. А Жанна рядом со мной стоит, и я жду, когда у нас там вступление. И она так мне говорит, микрофон говорит, тут же публика, она мне говорит. Не помню. Забыла. И представляете, в этот момент, когда я, причем я играю мотив из припева, а пою ей куплет. А там такой, речи, та-да-да-да-да-да-да-да. Все вспомнила. Тара-да-да-да-да-да-да. А я, главное, текст стоит, а я запев не помню. Мелодию забыла. И такие улыбаемся. Народ выходит, уже танцует. А взади оркестр сидит, это все наблюдает. Да, смешно. Но в итоге, короче, я быстро включила свои мозги. Все, вспомнила. В общем, минуты две мы, наверное, вот так импровизировали. Короче, улыбались друг к другу. Народ так и ничего не понял. Но это для меня был шок, конечно. Вот стресс. Это был стресс. Это был стресс. Ну и вот еще был вопрос про усталость. Вот в чем вы находите свою перезагрузку? Давайте, Мансура, а вы ответите. Ведь жизнь творческого человека, согласитесь, всегда напряженная. Это бесконечно гастроли, съемки, концерты. Ну вот скажите, сложно же ведь жить в таком ритме? Отдыхаете ли вы вообще? Как снимаете усталость? Был такой вопрос от нашего телезрителя. Чуть не сказал, но я... 50 грамм? Нет, нет. Я не про это. У меня алкоголя, алкоголя, аллергия. И это для меня не является панацеей. Вообще, я думаю, что вот эта усталость обычная после выступления, это какой-то кайф для артиста. Приятная, да? Такое, знаете, удовлетворенность своей работы. Выполненного дела. Да. И вот эта проделанная работа, это... Я не знаю, как для других. Наверное, многие тоже чувствуют, многие певцы, скажем, мои коллеги, они испытывают такое же ощущение, как я, значит, это как отдушина. То есть я выложился перед зрителем, и то есть это была моя исповедь. Я открыл всем душу, и происходит какое-то успокоение. То, что мы говорим, некоторые считают, что это усталость. Но эта усталость, она приятная. Вот, не знаю, как для других артистов. Для меня она приятная. Я с этой приятной усталостью... Правда, после концерта уже долго невозможно уснуть. Прокручиваешь все эти процессы. А то, что касается вот усталости, наверное, если мы когда-нибудь, я, например, почувствую эту усталость, я, наверное, просто перестану работать и перестану петь, перестану ездить. Потому что, вот, несмотря на свой преклонный возраст, я очень много, слава Богу, востребован и очень много разъезжаю. Эти дороги мне, наоборот, стимулируют, мотивируют концертам. И вот к этому дают определенный свой толчок. Вы прекрасно выглядите, мотивируют концертам. Ла-ла-ла-ла! Не надо напрашивать просто на комплиментах. Да, преклонный возраст к вам не относится. Я очень долго старался. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие телезрители, у нас остается буквально пять минут до окончания эфира. Мне так не хочется с вами расставаться. Можно еще продлить и найти сейчас наш прямой эфир. Но, увы, правила есть правила. Я хочу задать заключительный вопрос для вас, от нашей телезрительницы. Телезрительницы Миры, приветствую всех сидящих в студии. Очень приятно видеть всех, слышать. Жизнь людей частенько полна сюрпризов. Творческому человеку, по моему мнению, нужно особенное состояние, когда он хочет отойти от рутины и творить с каким-то наслаждением. У меня вопрос. К вам приходилось ли... К вам приходилось ли вам начинать вашу работу с чистого листа? Или каждый день для вас, как чистый лист? Нурлан, вы сегодня не так многословны. Пожалуйста, ответьте. Очень сложный вопрос по поводу чистого листа. Как говорил мой педагог, Царство Небесное, он говорит, вокалисты – это спортсмены малых мышц. Каждый день мы их разминаем, чтобы к вечеру, когда придут зрители в зал, мы должны быть в полной боевой готовности, с полным, так сказать, снаряжением и отдать вечером на концерте, на спектакле, все, что, так сказать, мы накопили до этого времени. И, ну, тогда можно и сказать, что каждый день у нас с чистого листа. Но с тем багажом, что до этого дня мы приобрели. Правильно. Кто-нибудь еще? Ну, то есть, я продолжу мысль Нурлана, что в нашей специальности чистого листа не может быть все равно совсем. То есть, как бы, предполагается какая-то, может быть, резкая смена профессии, но когда ты в музыке, когда ты на сцене, когда ты с оркестром, то ты всегда в форме, ты всегда заботишься, что завтра у тебя выступление, вечером у тебя выступление, а певцы беспокоятся о своих связках. И, собственно, такой, скажем, немножко заполненный лист. Но чистого листа это немножко не о нашей специальности. Спасибо. Ну, я вот, допустим, это воспринимаю как с чистого листа в эмоциях. То есть, эмоции все, которые вчера проигрались, мы забываем и начинаем с начала, с чистого лица эмоции в этот день. Вот, мне кажется, вот так, если понимать. Естественно, багаж никуда не денешься. Каждый концерт, это каждый концерт, новая эмоция. Ну, возможно, новый коллектив. Возможно, вот, если адаптировать этот вопрос, возможно, участие в новом коллективе в качестве, допустим, дирижера с новым оркестром. Ну, это тоже эмоция. В качестве певца с новым, там, тоже оркестром, коллективом где-то. Может быть, так. Ну, вот мы приходим, ведь у нас залы-то практически зрители, они же новые. Зрители тоже разные. Да, да, можно так, да, конечно. И ты должна выдать все, что у тебя есть. Тогда каждый раз снова с чистого листа. Вот. В философском плане. Спасибо вам за исчерпывающий такой ответ. И у нас остается еще две минуты. В заключение, с вашего позволения, я все-таки предоставлю слово Марату Кенесовичу. Еще раз, я думаю, стоит пригласить наших телезрителей всех на концерт. Ну, и, конечно, кому будут сегодня подарены эти два пригласительных билета. Можно три подарить? Дорогие телезрители, еще раз приглашаем сегодня в 18.00 во дворец искусства Атамикен. Один из самых функциональных залов Казахстана. Лучшего по акустике. То, что не раз отмечали мои коллеги. Тем более, созвездие таких наших друзей приехал на этот концерт. Вы с удовольствием будете зрителем на нашем концерте. Поэтому получите много приятных эмоций. Ну и три приглашения. Я от себя. От себя Жанночка. Тоже дарю. Дарит билет третьему. Мы всем троим, да? По-моему, три вопроса были. Айгуль, Мира и Осель. Ждем вас на концерте. Забирайте свои приглашения. Мы встретимся вечером в Центре искусства Атамикен. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Хочу пожелать вам только процветания, творческих успехов, прекрасных концертов, полных залов и искренних восторгов ваших любимых зрителей. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пусть музыка всегда звучит в ваших сердцах и будет неиссякаемым источником удачи и успеха. Дарит только любовь и вдохновение, свет, взаимопонимание, надежду и полноту жизни. До свидания и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова